Мир вам, братья и сестры! Желание моего сердца вместе с вами прочитать текст Священного Писания, который повествует нам этот день, который мы сегодня празднуем, праздник Троица, сошествие Духа Святого на апостолов. Итак, вторая глава Деяния Святых Апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили над дому на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, и люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия, и все изумлялись и дивились, говоря между собою, они си говорящие, не все ли галилеяне, как же мы слышим каждый, собственное наречие, в котором родились, парфиане, медиане, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, и Понтии, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих к Иерине, и пришедшие, зримые иудеи, и празелиты, кретяне, и раветяне, слышавшие их, нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой, и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, все это будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. На это есть предреченное пророком Ялилием, и будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут, и на рабов моих, и на рабы моих, в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. Аминь. Дорогая церковь, я поздравляю вас с этим праздником, день рождения церкви. Пусть Господь благословит каждого из нас, ощущать в своей жизни это действие Духа Святого, которым сегодня Он производит в работу в жизни каждого из нас, Божьих вам благословений и исполнения Духа Святого. Занимайте ваши места. Сегодня, может быть, младшего возраста, а ведь уже постарше, может быть, у них уже другие ценности в жизни, которые помладше, если спросить, какой их любимый день в жизни, естественно, каждый из них, возможно, назовет день рождения. Кто-либо из них назовет Рождество, кто-то, может быть, Новый год. Но сегодня церковь Вифания, мы празднуем день рождения в феврале месяце, как церковь Вифания. Но как церковь Божия, у нас также сегодня праздник, день рождения. Но почему-то в зале сегодня, может быть, одна треть праздник, не праздник, не знаю. Но когда-то в нашей жизни, в моей молодости, я помню, и думаю, что во многих сидящих здесь мы праздновали этот праздник наравне с Пасхой. Это был основной праздник в жизни нашей. Мы к этому празднику готовились особо. Это были особые служения, особые встречи. Это было благословением для каждого из нас. Слава Господу. То, что Господь по своей милости позаботился о нас с вами, о Церкви Божией. Иисус Христос перед тем, как вознестись, Он дал это обещание «Пошлю другого утешителя». Мы живем, братья и сестры, в удивительное время. Время, когда в земной жизни должны произойти события, которые ожидают все христиане, которые ожидают все христианство. И нам Христос, прежде чем вознестись, осталось некоторые предписания, описывающие события, во времена которых мы живем. Мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. А это означает, что с приходом Христа изменится все в этой жизни, в этой земле. Кончится эра, кончится эпоха Духа Святого. С того времени, когда Христос вознесся с земли, до сих пор Дух Святой с нами, среди нас. И мы, как Церковь Божия, как невеста Христа, мы ожидаем Христа, жениха. И в этом ожидании вот происходят события, о которых сказано в некоторых пророках. И вот, в частности, пророк Яиль, о котором говорит апостол Петр, обращаясь к народу, который был уземлен, увиденным и услышанным. И он им говорит, напоминает, что было сказано пророком Яилем за очень долгое время до прихода Христа. Если посмотреть книгу Иаиль, это небольшая книга, книга пророка Яиля, всего лишь три главы. Небольшое описание из жизни израильского народа. И если посмотреть на события, которые происходили с первой главы, то мы видим, что здесь пророк Илья описывает ситуацию, которая произошла в израильском народе. было нашествие саранчи и как последствия после этой саранчи приходит голод, но уже саранча уничтожает практически все живое. Я как-то какой-то период времени назад я проезжал в летний период времени по Колорадо. Это были поля кукурузные и вот нежданно как вижу как облако впереди меня. Как оказалось, это была саранча, от чего я это узнал, потому что от этой кукурузы остались всего лишь какие-то стебельки, палочки с этой кукурузы оставались. Ну, естественно, это было такое страшное зрелище, смотря на окружающее меня в той ситуации, в том месте поля, которые окружали меня, но и зрелище, которое было на моем траке после этого, когда едешь с большой скоростью, врезаешь в эту тучу саранчи. Это что-то страшное. И это суд Божий, который произошел в израильском народе именно в то время. Это суд Божий совершился, и пророк Яили, смотря вот на эту ситуацию, Бог посылает пророка Илью израильскому народу обличить или наставить израильский народ в то время. Слово Господне, которое было к Яилию, так начинается первая глава книга пророка Яилия. Слушайте это старцы и внимайте все жители земли и сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим и дети ваши пусть скажут своим детям о их следующем роду. Оставшиеся от гусеницы ели саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, и оставшиеся от червей доели жуки. И дальше он обращается к Израилю пробудитесь пьяницы и плащи и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке ибо он отнят от уст ваших ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный зубы у него как зубы львиные через у него как кулевицы а послушил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал ободрал ее до гола и бросил и взял с белыми ветви ее. Здесь происходит такая ситуация когда израильский народ постигло бедствие не только в Саранче но и нашествие других народов на Израиль Израиль отпал от Господа Господь любя свой народ не оставляет их в таком состоянии посадит пророка Илю который должен их обличить смотря на ситуацию происходящую вокруг них они должны призывать Израиль к покаянию читайте пророческие слова которые записаны в книге пророка Илю в то время которое было записано за 800 лет до пришествия Христа и сейчас плюс 2000 лет как актуально сегодня это слово в нашей жизни как отражает оно некоторые события которые происходят сегодня в наше время мы как церковь Христа сегодня переживаем некоторые события подобные тому времени это саранча или полчища воинов дьявола опустушают церкви к сожалению христанство сегодня очень легко соглашается с вызовами последнего времени насколько это вот меньшинство которое сегодня влияет на жизнь на жизнь церкви и на жизнь народа влияет в жизни в жизни и церкви также очень часто мы слышим иногда когда какие-то бизнеса даже попадаются на уловку когда приходят к ним и чего-то требуют от них чтобы им сделали какие-то их события мы слышали не раз когда происходили даже суды когда все эти для нас неудобные моменты жизни приходят в нашу жизнь и это уже становится дискриминацией и все боятся этого суда но эта жизнь которой мы живем жизнь того времени была иногда подобной или обращается к Израилю и призывает к покаянию слово еле актуально сегодня это слово еле призывает нас также к покаянию как часто мы каемся пред Господом как часто мы просим у Господа милости и прощения о наших молитвах о своих делах о своих поступках есть некоторые вещи которые мы в своей жизни привыкаем к ним свыкаемся что-то нас не беспокоит а к чему-то мы привыкли и без этого может быть и жизни не видим своей говорят что если купить дом возле железной дороги то какое-то время человек не может уснуть постоянно этот гул колес но проходит какой-то период времени он свыкается с этим и без этого может быть шума сложно уже даже как-то ему и уснуть даже слышал как-то что наши молодые мама и папа включают шум дождя или какую-то музыку чтобы как-то ребенок немножко привыкал к какому-то шуму и затем он привыкает к этому и как-то себя лучше чувствует и засыпает в любое время в любом месте ничто ему не мешает и в жизни нашей духовной есть некоторые вещи к которым мы привыкаем мы свыкаемся и не считаем что это уже может быть грехом и аиль обращается к израильскому народу с этими словами пробудитесь пьяницы плащите рыдайте все пьющее вино припаящиеся вретищем и плащите священники рыдайте служители алтаря водите ночуйте во вретищах служителей бога моего ибо не стало в доме бога вашего хлебного приношения и возлияния назначьте пост объявите торжественное собрание созовите старцев и всех жителей страны сей в дом господа бога вашего вызывайте господу на прошлой неделе мы вместе с этим прекрасным хором мы были в Талсе где проходила конференция подростковая как итог этой конференции звучало слово и был призыв к покаянию многие из них вышли на покаяние мы вместе молились знаете они молодые много ли в их жизни сделали они греховного да делают и когда слышишь их молитвы понимаешь что бывает в жизни ну молодые где-то споткнулся где-то может быть страничку не ту открыл знаешь когда эти я склоняюсь вместе с ними с каждым из них молюсь я слышу их молитвы их молитвы меня осуждают каждая их молитва покаяния это была моя молитва покаяния потому что я вижу и понимаю что если он намного меньше меня прожил и понимает слышит слово и Господь призывает его в покаяние он выходит и кается не смотрит на то что может быть это уже десятый раз в его жизни может быть рядом сидят его друзья которые может быть где-то осуждает его но они выходят не смотрят на это я задаю вопрос себе и каждому из нас сорока пятидесяти может быть семидесятилетний столько раз мы каемся перед Господом когда мы слышим слово Господне с его места готовы ли мы сегодня просто несмотря на окружающих нас выйти пред Богом и просить у Бога милости и прощения и Аиль призывает Израиль к покаянию и Израиль кается мы слышим или можем прочитать в этом в этой книге пророка Илья какие последствия но мы видим из данного текста из текста который мы прочитали о Боге Господь готов излить Духа Святого на всякую плоть это первое на что хотел бы обратить наше с вами внимание в этот вечер Господь желает излить Духа Святого на всякую плоть но к сожалению не все готовы принять принять Духа Святого не все готовы сегодня к действию Духа Святого в его жизни я может быть тезисно напомню каждому из нас мы когда готовим молодежь к крещению когда мы готовили свое время к крещению мы понимали нас учили что делает Дух Святой в нашей жизни и сегодня уже где-то звучало и утром и сейчас вечером первое Дух Святой обличает нас обличает нас в наших грехах Дух Святой трудится во всем мире обличая людей о грехах указывая для них на лучший путь к жизни Дух Святой обращается ко всем людям через их совесть но иногда у людей сожженная совесть они Духа Святого не слышат блажены мы с вами что многие из нас сидящих в зале выросли в христианских семьях и нам знаком этот голос Духа Святого нежный стучащий в наше сердце ибо каждый из нас сидящий в этом зале мы услышали этот голос и мы сегодня здесь мы сегодня в числе церкви Христовой но как много людей сегодня которые далеки от Христа далеки от Бога Дух Святой может быть стучит в их сердца но они этого не слышат Дух Святой обличает нас в наших грехах второе Дух Святой приводит нас ко Христу Дух Святой приводит нас к Богу заметьте что не грешники не человек ищет Бога Бог каждого из нас нашел Он дал нам открыться себе мы его познали Господь ищет чтобы спасти Бог любит каждого человека Иоанна 3.16 говорит нам этот стих повествует о великой любви Господней Дух Святой ведет нас к истине что было сейчас передо мной было прочитано эти тексты Священного Писания и когда человек обращается ко Христу понимает его в свое сердце он приходит и живет в нас разве не знаете что вы Храм Божий и Дух Божий живет в вас говорит апостол Павел Коринфянам 3 глава 16 стих Дух Святой живет в нас что делать в нашей жизни Дух Святой после того как мы стали христианами Дух Святой помогает нам стать успешными христианами Утешитель же Дух Святый которого пошлет Отец во имя Мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил говорит Христос Дух Святой Утешитель наш Он напомнит нам и научит Дух Святой помогает нам в нашей жизни знаете не секрет для каждого из вас когда мы жили в Молдове может быть в Украине в России и других республиках где бы мы ни жили мы отличались немного от мира от мирских людей правда это даже можно было видеть по нашему облику потому как мы относились к воскресному дню для нас это был особый воскресный день когда мы одевались примерно как сегодня сейчас вы все одеты шли в дом Божий и эти мы отличались от мира и даже мир видя нас шедших в церковь понимали куда мы идем наши дома в которых мы жили они говорили о том что мы особые мы христиане кто это делал друзья это делал Дух Святой Он работает в нашей жизни в нашем сердце в нашем с вами сердцах Он нас научает как нам жить даже в нашей жизни повседневной ну а также в духовной нашей жизни Дух Святой нам помогает понять Божию истину как часто сегодня неверующие люди читают Библию и не понимают что они читают помним когда Евнух ехал не понимал что читал но Дух Святой через Филиппа пришел научил Дух Святой нас научает истине открывает нам истину нам дает способность понимать читая Слово Божие кто это делает это делает Дух Святой мы сами по себе очень многое нам непонятно Дух Святой помогает нам противостоять в искушениях сатана искушает сатана подходит в свое время как Хрису подходил тем более или может быть чаще подходит к нам но Дух Святой дарует нам силы противостоять дьяволу в искушениях апостол Павла говорит временно в 8 главе итак братья мы не должники плоти чтобы жить по плоти ибо если живете по плоти то умрете а если Духом умиршляете дела плотские то живы будете ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии потому что вы не приняли Духа рабства чтобы опять жить в страхе но приняли Духа усыновления которым называем Ава Отче сей самый Дух свидетельствует Духу нашему что мы дети Божии а если дети то и наследники наследники Божии наследники же Христу если только с Ним страдаем чтобы с Ним прославиться Дух Святой производит плоды нашей жизни Галатам 5 глава 22-24 стих плод же Духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость возряжание на таковых нет закона но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями плоды Духа если мы живем с Господом если Господь живет в нашем сердце в нашей жизни то естественные плоды нашей жизни это любовь радость мил долготерпение благость милосердие Пусть Господь благословит, поможет нам, чтобы мы всегда имели это желание, чтобы Господь Духом Святым нас направлял, был с нами, сопровождал, чтобы в жизни нашей были плоды Духа Святого. Мы также в жизни нашей испытываем крещение Духом Святым. Конечно, это такая очень серьезная тема, и сегодня различные деминации по-разному трактуют крещение Духом Святым, но мы, евангельские христиане-баптисты, понимаем так, как читаем в Писании. Я не говорю о том, что другие не читают Писание, они читают Писание точно так же, как мы читаем, но интерпретируют по-другому. Мы же понимаем, что крещение Духом Святым происходит в тот момент, когда человек кается, когда впускает Господа в свое сердце, происходит возрождение в новой жизни, это и есть крещение Духом Святым. Но некоторые моменты проявления даров Духа Святого, которые были проявлены в день Пятидесятницы и говорения на иных языках, некоторые это совмещают, говорят, что именно это есть крещение Духом Святым. Мы этому не учим, мы учим тому, что крещение Духом Святым происходит в момент возрождения человека. И будет после того излет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчества сны вашей, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и нуши ваши будут видеть видение. Так же на рабо, на рабыньте дни излет Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма. Солнце превратится во тьму и луна, в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. И вот в Диане, когда мы читали, это событие произошло, когда Господь излил Духа Святого, и проявились эти дары Духа Святого, когда апостолы стали говорить на них языках. И многие люди, стоящие там, каждый слышал, слышал свое на своем наречии, на своем языке, слово Господника спасению. Мы не говорим о том, что это было какие-то звуки, какой-то набор слов, но мы читаем так в Писании, что каждый слышал слово на своем языке, на своем наречии. Второй момент, что я бы хотел обратить внимание, и залью от Духа Моего. Что значит для нас эти слова? И залью от Духа Моего. Господь в этом слове говорит, что Он желает и готов поделиться с человеком частью себя. Он готов дать детям своим то, что Ему принадлежит. Я не знаю, как в ваших семьях, но когда мы поженились, посещая родительский дом, один или второй, мы всегда уходили от наших родителей с чем-то. Я думаю, что каждая мать, сидящая в зале, когда посещает вас, ваши дети, может быть, ваши внуки, каждая мать желает как бы дать частичку себя, чтобы как-то помочь молодой семье в их жизни, чтобы как-то облегчить, может быть, чтобы лишний раз у плиты не стояла дочь или сын, я не знаю, как у кого. Но здесь Господь проявляет вот эту вот отцовскую заботу, и Он готов дать от себя вот эту частичку себя. Я дать Духа Моего, говорит Господь, и залью от Духа Моего. И в Ветхом Завете мы находим, что Дух Божий сходил, сходил на некоторых людей. Это были пророки. Вот сошел Дух Святой на Саула, и он стал пророчествовать. Сошел на слуг его, затем Захария, или, скажем, на Марию. И вот впервые мы находим о Духе Божьем, который носился над водой. Это в бытие мы находим, вот это было таким вот явлением, которое написано в Писании. Если говорить о пророках, то были это избранные люди, избранные Богом люди, на которые сходил Дух Божий. И это было таким явлением временным событием. Но что происходит после Дня Пятидесятницы, это уже не является каким-то временным событием. Апостол Павел говорит к Варимфинам, «Осоединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Не знаете ли есть, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». С момента нашего с вами покаяния наше тело становится храмом живущего у нас Духа Святого, которого мы имеем от Господа. Это чувство исполнения Духом является свидетельством нашего с вами спасения. Римлянам 8 глава 13 стиха, «Ибо если живете по плоти, то умрете, если Духом умрешляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Эти слова апостола Павла напоминают нам, насколько важно для нас иметь это свидетельство Духа Божия, что мы Его дети. Мы должны повиноваться Духу Святому и быть водимыми им. К сожалению, это происходит такое в жизни, когда человек прожил жизнь, уже может быть жизнь его подходит к закату 60, может быть 70 лет. У нас был такой момент, когда мы просто с братьями-служителями общались, один брат рассказывал такую ситуацию, когда он пришел, один старец, уже вроде бы и жизнь прожил, и жить не живет, мучается, ну и умирать еще как-то вот нет того дня. Ну и начали как-то братья задавать вопросы, а что же происходит в его жизни? Оказалось, когда задали вопрос, а уверен ли ты в спасении, дорогой брат, который прожил жизнь, жизнь христианскую, который всю свою жизнь служил перед Господом, был членом церкви, был активным хористом в церкви, нес служение, но пришло время умирать, а он не умирает, но мучается. Оказывается, что он не был уверен в своем спасении, но в беседе с братьями, братья ему разъяснили все, сказали, он понял, была молитва совершена после этой беседы. Через пару дней этот брат, старец, отошел в вечность. Господь даже в таких ситуациях заботится о человеке, который прожил свою жизнь, делал очень многое в церкви, в жизни пред Господом, но пришло время умирать, а у него нет уверенности в спасении. Господь поможет нам, чтобы мы в своей жизни ощущали то действие Духа Святого и имели в своем сердце уверенность в том, что я спасен. Апостол Павел говорит, благо мне, что я пострадал. Иногда вот происходят такие моменты в нашей жизни, когда мы что-либо делаем, и нас Дух Святой обличает. Если приходят в нашу жизнь какие-то, может, переживания, может быть, какие-то моменты, когда мы понимаем, что за что-то я все-таки это несу, то благо мне, если я это понимаю. Но если я, может быть, в своей жизни делаю то, что не нужно, и даже не пострадав, а ожидая, может быть, что я войду в присутствие Господне, то, возможно, будут моменты, когда придет время, когда нам придется умирать, у нас возникнут в нашей жизни эти вопросы, готов ли ты прийти к Господу. Поэтому пока мы живем, мы должны готовиться к этой встрече с нашим Господом. Должны иметь в своем сердце уверенность в том, что мы Вадимы Духом Святым, и мы спасены. Еще один такой момент, аргумент, свидетельство действия Духа Святого в жизни христианина – это молитва. Знаю точно, что человек, который живет во грехе, у него нет желания молиться. А если даже есть такие молитвы, то, возможно, они какие-то наученные молитвы, может быть, какие-то фразы, набро фраз, для того, чтобы как-то облегчить, может быть, свое состояние или состояние окружающих, чтобы не задавали лишние вопросы. Если в нашей жизни нет желания молиться, это одно из первых моментов, на которые мы должны обратить внимание, почему у меня нет желания молиться. Дух Святой, если он наполняет наше сердце, то в нашем сердце, в наших устах всегда найдутся слова благодарности нашему Господу. Давид в своем 50-м псалме, псалме покаяния, произносит такие слова «Отврати ли лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Хотелось бы, чтобы эти слова Давида были частью наших молитв, моей молитвы. Не нужно грешить специально, чтобы испытать то, что испытал в своей жизни Давид. Нам хватает наших повседневных обстоятельств, в которых мы иногда находимся, но мы должны искать милости от Господа. Христос говорит, «Если любите Меня и соблюдете Мои запады, Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами и пребивает вас, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Обетование от Господа. Пусть они будут в нашей жизни тем утешением, тем путеводителем нашей жизни. И последнее. Апостол Павел говорит Коринфянам, 12 глава, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Это призыв Господа к действию, действию каждому из нас. Не довольствоваться тем, что имею, но ревновать, желать, просить, стремиться к нечто большему своей жизни. Когда наши дети чего-либо от нас хотят, какое у них поведение? Они от нас не отступают, пока не добьются своего. Они стараются изо всех сил представить нам аргументы и факты, для чего им нужна та или иная вещь, чтобы мы могли им это приобрести или дать. Также в нашей духовной жизни мы должны хотеть достигать большего, чтобы не постелила нас участь того, который получил один талант и принес его без прибыли. И он услышал в свой адрес голос. Господин же его сказал ему в ответ, «Дукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну нигде не сеял и собираю, где не рассыпал, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказався, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. По мнению Господь в нашей жизни желать и ревновать, чтобы Дух Святой наполнял нашу жизнь, наше сердце всегда и постоянно, чтобы это не было таким каким-то временным явлением, чтобы до дня нашей смерти или ухода с этой земли, чтобы мы умели в своем сердце уверенность в нашем спасении, чтобы мы слышали и были способны слышать голос Духа Святого во всех обстоятельствах нашей жизни. Да, это может быть нелегко, да, это может быть сложно. В это последнее время, когда много шума, когда много различных возник, которые вокруг нас происходят, вокруг всего этого или внутри всего этого мы находимся, и мы должны слышать Духа Святого, которого Господь послал нам на сию землю, с нами во все дни, до дня прихода нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы ожидали того дня, когда Господь придет на сию землю за церковью своей, чтобы мы не ожидали этого дня как судью свою, но как мы ожидали его как спасителя. Будем помнить, что время действия Духа Святого будет ровно столько, когда придет Христос, время действия Духа Святого будет закончено, поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в это время благодатное мы могли готовиться к встрече с нашим Господом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...